Капотня. Вот это все. И вот это. И даже вот такие дома. Это все тоже Капотня. Давайте вместе смотреть, в чем подвох. Описание района будет такое спорное и противоречивое, что даже непонятно с чего начинать-то. Поэтому самое нейтральное расположение. Знаменитый на всю страну район, на юго-востоке Москвы. Про Капотню слышали даже не москвичи. А абсолютное большинство москвичей про нее, конечно же, в курсе, но ногами там сами тоже не были. Так что же все слышали про район? Открываем интернет и первое, что читаем по запросу Капотня. А потом второе, что читаем по запросу. И еще. И вот такое. А по запросу Капотня «Экология» тоже интересное читаем. Так вот, к экологии мы еще вернемся, а начнем с этой самой транспортной доступности. Потому что за время съемок роликов, да что там, за все время передвижения на каршеринге по Москве и области, это был первый раз, когда машина каршеринга отказалась заканчивать там аренду. Скандалы, интриги, расследования. В Капотне нельзя ставить каршеринг. Вот тут на карте это хорошо видно. Ну и что? Ну и пришлось ехать за 3-9 земель. Туда, где можно оставить. Аж в Марьино. Не ближний свет, в общем-то. И по видео понятно, что ногами дойти по вот этой промзоне обратно, так не самая хорошая идея. Это мы все еще пытаемся уехать из Капотня для того, чтобы приехать в Капотню. Кстати, район Марьино довольно приятный. Надо будет про него тоже сделать ролик. Это вот пока все еще Марьино. Какая-то его конечность. Стандартно. Благоустройство. Дорожки. П-44Т в ассортименте. Наконец-то возвращаемся на такси. И смотрим, что здесь с дорогами. В район ведут две дороги. Это улица Капотня с двумя заездами. С МКАД и из Марьино. И улица Верхние Поля. Тоже с МКАД мимо Садовода. По отзывам, МКАД именно в этом месте стоит вообще всегда. Но именно в день съемок все было довольно прилично. А улица Верхние Поля, по отзывам, пробочная в любой день недели. Потому что в Садовод и обратно едут люди массово. Ну, в общем, приехать сюда без своей машины это квест. И об этом нужно помнить. Метро здесь нет. Электрички нет. До ближайшей, если можно так сказать вообще про нее, станции метро Братиславская в Марьино. Только по прямой 3,5 км. По дворам будет все 5 и больше. Через вспоминаем вот эту огромнейшую промзону. То есть единственное, что остается как транспорт, это автобусы. И вот тут наконец-то мы плавно подходим к основной идее канала «Право круг». Показывать все максимально беспристрастно. Ладно, приехали со второй попытки. Но приехали же. Беспристрастность. Начинаем. В Капотне очень красиво. И очень, очень чисто. Вообще, такое ощущение, что район только построили. И раз уж мы говорили о транспорте. Вот так тут выглядят остановки автобусов. Никаких страшных маршруток. Только красивые, новенькие, большие автобусы. И красивые же, новые, стильные остановки. Вон, даже еще и не везде дораспаковали их. И задаемся мыслью, откуда такое чудо. И видим. В 2019 году Капотня стала пилотным, то есть первым из московских районов, в котором по программе «Мой район за один» летний сезон был реализован крупнейший в столице проект комплексного, то есть тотального обновления. После проведенных масштабных работ бывшую депрессивную территорию стало не узнать. Капотня кардинально поменяла имидж, превратившись в один из самых красивых, комфортных и экологичных районов Москвы. Ну, проэкологичное они загнули. Но общий смысл Капотню начали активно реновировать, улучшать. И вот невозможно без восхищения смотреть на эти дворы, улицы. Вот это все старые советские дома 80-х годов. В своем первозданном виде они вот такие. Серые, страхолюдные, депрессивные, да нельзя. А тут вот. Да, можно придраться к выбору цветов, но сам факт. А подъезды какие? А лавочки с урнами модерновые? А дорожки внутри района? А старые фасадные сталинки в каком виде? Все отреставрировано. Даже нормальные цвета выбраны. А красота возле них какая? А сколько детских площадок? Причем, в большинстве своем не разноцветные, вот эти пластиковые. А деревянные, стильные, красивые. Даже самый малоэтажный, простенький участок с кирпичными хрущевками выглядит вот так. А всего лишь надо было поставить лавочки, сделать нормальные тротуары и нормальные газоны. Нет, ну, в некоторых подъездах не очень, но в целом, в общем-то, нормальные даже подъезды внутри. Вообще, вот этот квартал пятиэтажек самый, скажем так, простой из всех домов Капотни. Может быть, пока до него руки не дошли. Может быть, это уже дошли. И оно теперь так и будет. В остальных частях района Капремонт совершенно другой. Но ведь можно же сделать красиво старый, страшный, серооблезлый район. Можно. Ну почему так не везде? Это же не стены перестроить. Вон даже серия П-46. Домик максимально страхолюдский. Ой, простите. Максимально специфический. Советский домик из возможных. Который в первоначальном варианте с вразнобой стекленными балконами выглядит как после бомбежки. Так даже он вот такой. И такими по-хорошему должны быть все дома тех лет. Вот многие под роликами про серии старых домов ругаются, что их вообще все посносить уже давно пора. Ну, если уж оставлять, раз уж нам с ними еще жить и жить, то пусть они выглядят вот так. Массово. Все. Целыми районами. Городами. Вообще, здесь ощущение, что идешь по кварталу новостроек. Ну, пусть эконом, но новостроек. С восхищением капремонтами плавно переходим к восхищению набережной. Это вообще что-то не здешнее. Новое, потрясающе красивое. От жилых домов набережная спускается вниз вот такими террасами и холмами. Вдоль воды шезлонги. Всякие детские взрослые развлекательные столы. Там вообще всякое разное. Еще и с погодой повезло красиво. Народу, кстати, удивительно мало для Москвы. И для такой погоды нет практически людей. А все почему? А все потому, что на этой красивущей набережной воняет так. Ну, в общем, если бы необходимость снимать, то оставаться там было бы, мягко говоря, не нужно. Вот как? Как можно угробить запахом такое? И вот тут мы плавно переходим к экологии. Переход к экологии района хотелось бы начать вопросом к местным жителям. Насколько часто вот этот запах? В день съемок он был только возле реки. А когда бывает в другие дни, это тоже возле реки или еще и к домам поднимается? Дома, ведь, как уже говорилось, сильно на возвышенности стоят. А газы все-таки субстанция более тяжелая, чем воздух. И она ползет в низину. А река всегда и есть та самая низина. Ну, то есть, как часто такое бывает? Потому что интернет, если почитать, то, в принципе, всегда. Но хочется верить, что все несколько оптимистично. А еще, чтобы не расслаблялись в парке куча лэб, под которыми нужно гулять, которые гудят. Так, не отвлекаемся. Экология. Большую часть района, как уже, наверное, все в курсе, занимает крупнейший в Европе нефтеперерабатывающий завод. Красивый. Особенно ночью красивый. Когда все подсвечено. Футуристично. И вот в интернете пишут, что возле завода есть вот такой экран, который показывает, есть выхлоп и нет выхлопов. Насколько всем легче от этого экрана, непонятно. Но он есть. Вот у нас весь район Капотня. Вот размер завода. Вообще, если почитать отзывы на район, то большинство пишут, что весь запах не оседает в районе, а улетает в соседнее Марьино. Вот у нас карта направлений воздуха, ветра в день записи ролика. Вот направление этого ветра. Куда, по идее, в этот день все должно было лететь. А вот приказ этой вонищей. И при этом в Марьино, именно вот прямо в этот момент с воздухом было все прекрасно. То есть запах еще откуда-то, кроме нефтеперерабатывающего завода. Может, есть у кого-то идеи? Напишите в комментариях, как вы думаете, откуда это еще может быть? Запах какой-то химии, бензина сложноопределимый. Потому что здесь вокруг еще и МКАД совсем рядом с домами. Сразу за МКАДом огромная ТЭЦ-22. Тоже очень футуристичная. Особенно ночью. А с другой стороны, во всех смыслах с другой стороны, тут слева река, а за ней парк. А река – это большое открытое пространство. Ну и плюс. Все-таки основное количество ветров в Москве западные. Это все в совокупности несколько спасает положение. Но, так как, по крайней мере, в этот день, наверху, на улицах, запаха не было. Поэтому продолжим смотреть, что в районе еще есть интересного. Магазинчиков маленьких и побольше. Много сетевых всяких. Необычно много для района с такой удаленностью вообще от всего. А что тут у нас с ценами на квартиры? Здесь нужно сделать оговорку о том, что это осень 20-го года, когда во всей стране, и в том числе в Москве, естественно, подорожала недвижимость. И подорожала она довольно сильно. И все равно на фоне общемосковских цен здесь цены ниже. Как и везде, разные типы домов стоят по-разному. Ну, вот, например, девятиэтажки. Повыше этажностью 12-16. А среди малоэтажного самое интересное – это, конечно же, вот такие старые дома. С вот таким ценником. Малоэтажная кирпичная еще дешевле. Хотя, вот эти дома и практически все из маленьких хрущевок-пятиэтажек уже включены в программу реновации, судя по объявлениям нациане. И будут сноситься. Так что, или здесь будет новострой, что вряд ли. Или людей куда-то переселят из них. Еще интересного из практических наблюдений – то, что район очень камерный. Он находится далеко от всего. Транзита здесь нет. Все свои. А еще здесь рядом очень шумный МКАД. И это нужно иметь в виду в ближайших к нему домах. И неожиданно здесь есть совсем малоэтажные улицы. Уютные. Вот такие зеленые. И даже вот такие таунхаусы для многодетных семей от государства. А еще в цифрах. В районе живет 33 тысячи человек. Это 116 место из всех районов Москвы. То есть людей живет немного. По плотности населения он тоже не самый плотно населенный. 119 место. И, конечно же, так как район старый. Во дворах очень много больших деревьев. И вообще, внутри района все очень приятно в этом плане. В целом, район заслуживает, если уж не переезда, так просто приезда. И для того, чтобы посмотреть на такое чудо, как единомоментно отреставрированный старый район. Это действительно необычно и интересно. А про другие районы Москвы, а также про все серии домов, которые были показаны в этом видео, смотрите в других роликах на канале ПРОВОКРУГ.